Все правильно, в 19-м году цифр еще нет, он не закончился, вы еще не знаете, никто повторюсь. Так вот, в 30-м году, двигаясь в трендовом сценарии, который мы ведем сегодня, на финале выпадут 300 миллиардов долларов, плюс-минус, 290-310, в Польше в это время выпадут больше 1 триллиона. Это цифры говорят о том, что мы будем двигаться в таком сценарии. На самом деле, больше еще в 25-м году максимум высших ресурсов трудовой из Украины, в 25-м, в 26-м году в таком тренде, если мы будем двигаться, у нас будет социальный и политический кризис, в следующий за ними экономический. Почему? Потому что работать будет некому, у нас на одного работающего будет приходиться 2 человека, один пенсионер, один выслужащий, но нет за что их будет содержать. Это те тренды, в которые мы на самом деле сегодня идем. Есть интернативный сценарий. Повторюсь, когда вы начинаете бизнес, у вас нету трендового сценария. Вы ставите себе цель, к этой цели подтягиваете ресурсы и достигаете этой цели. Мы сначала задали вопрос несколько лет назад, а может ли у нас в УПП в 30-м году быть 1 триллион долларов? Сегодня 131. Напоминаем ли, как вы думаете, это возможно или нет? Кто считает нет? Я говорю, пессимистов. Что нет? Что невозможно в 30-м году? Невозможно. Будешь бы, не знает никто. Отлично. Спасибо вам за решение. На самом деле, мы задали вопрос, технически возможно или нет, и построив сценарий, анализ, модели, мы пришли к выводу, что это технически возможно. И группа факторов, которые влияют на развитие экономики, об этом буквально сейчас поговорим. Беру цифру, которую получаем. Если мы достигаем 1 миллиона долларов в УПП, у нас меняется структура труда. Чтобы увеличить экономику 8,5 раз, необходимо в 8,5 раз повысить производительность труда. Как вы думаете, возможно ли существующий страх экономики в 8,5 раз поднять развитие труда? Но есть другой путь. Не повысить производительность труда, а добавочную стоимость повысить. Что является следствием? Виноват, заниматься. На самом деле, существующие предприятия, которые сегодня в Украине есть, старые, промышленные. Потому что сельское хозяйство развивается, максимум можно понять производительность в 2,5-3,5 раз. Можно новые предприятия с нуля создавать, в которых будет более высокая производительность труда, с продукцией более высокая добавленная стоимость. Но это технологии и инвестиции. Так вот, в данном случае, у нас сегодня в Украине занятого населения чуть больше 16 миллионов человек. Если мы будем двигаться в трендовом сценарии, у нас будет в 30-м году 9 миллионов человек. Это статистические расчеты. По факту, в 25-м, в 26-м году работать будет просто некогда. Если мы выходим на сценарии 1 миллион долларов, у нас будет 14 миллионов трудоспособного населения. Что даст возможность вернуть часть трудовых мигрантов, и более того, нам придется создавать свою иммиграционную политику. Потому что нам работать будет нет, у нас будет недостаточно собственных трудовых ресурсов. А может, это потолкнет робототехнику развивать, чтобы вместо человека... Не забегайте в производительность. Я запомнил ваш комментарий, мы повернемся, поверьте, мы не забываем о робототехнике. Есть 4 фактора, которые влияют на рост экономики. Это ключевые факторы основные, гораздо больше, но это 4 самые главные. Инвестиции, чистый экспорт, потребление и госрасходы. Но самое главное из них – инвестиции. Потому что именно инвестиции влияют на создание рабочих мест, рабочие места – это зарплата. Зарплата – это рост расходов, это потребление, это один из факторов. Инвестиции влияют на импортозамещение, они влияют на производство продукции, которые идут на экспорт, влияют на чистый экспорт. Чистый экспорт – это положительность сальта между импортом и экспортом. Инвестиции влияют на госрасходы, потому что предприятия получают привык, наполняют бюджет, госрасходы. Инвестиции – самый главный фактор. Кто знает, сколько в прошлом году было в Украине капитальных инвестиций? Сделано. Какие консультации? Капитальные инвестиции в экономике Украины. Извне? Капитальные на то, что потратили за Галитбе, внутренние и внешние. 21 миллиард долларов. Это украинский бизнес преимущественно. Внешние инвестиции на более 2,5 миллиарда долларов. Частично были спекулятивные. Частично это был на самом деле украинский капитал, который возвращался из низкой налоговой инвестиции. Но у нас идет неплохая динамика роста капитальных инвестиций. В 2013 году у нас было примерно 13 миллиардов долларов. Сейчас мы уходим на 21. Инвестиции растут. Но, к сожалению, доллары в ВВП остаются достаточно маленькие. И это ключевой фактор, с которым нам нужно будет работать дальше. Вы помните, буквально 2 недели назад президент Зеленский озвучил, что украинская экономика должна расти на 5-7% в год. Кто слышал это? Да, в Турции это было все верно. Ну, буквально там 20% в аудитории. Это мало. Мало. Я с вами согласен. Мы об этом тоже поговорим. Продолжение добавить. Что? Продолжение добавить. Ну да. Смотрите, на самом деле я хочу отметить, что президент Зеленский, мы можем относиться по-разному, но это первый президент, который озвучил конкретный ГПА для экономики, как она должна расти. В чем минус? Экономика не является сферой ответственности к президенту. В чем плюс? Президент является гарантом конституции, значит, интереса граждан. Соответственно, он может ставить такие задачи, ставить такие вопросы. Зачем нужен ГПА? На самом деле он дает хорошую возможность оценить, вообще достижимое или нет. Мы посчитали, какой объем инвестиций Украине нужно ежегодно привлекать, чтобы выйти на трепорост на 5-7% в год. Ну, технически на самом деле это возможно. Здесь динамика инвестиций. Цифра вверху – это совокупный объем инвестиций, который должен прийти в этом году. Голубым цветом выделены внешние инвестиции, а темным цветом – это внутренние инвестиции, которые так или иначе в Украине находятся. В повторении, инвестиции – важный фактор, но нужно иметь ответ на вопрос. А куда инвестировать? Разные сектора экономики имеют, во-первых, разную отдачу наложенных капиталов, имеют разный муниципликативный эффект для экономики. То есть 1 доллар вложенный в транспорту инфраструктуру дает меньше эффект, чем 1 доллар вложенный, например, в цифровую инфраструктуру. То есть это нормально. Отсюда менять структуру экономики. И об этом мы тоже поговорим. А в сколько раз времени? 20 тысяч рублей. А в 20. Мы же минут 10 отставим на вопрос, да? Смешно. Хорошо. На самом деле это мало. 5-7% – это лучше, чем 3, которые сегодня. То, что мы показали за второй квартал, 4,6 – это временное. Время года мы закончим примерно с 3% и более того, что умерло, банк все равно ухудшает прогнозы в Украине. Почему? Если вы посмотрите статистику последних недель, цены на железную руду продолжают падать. Торговая война между США и Китаем приведет к снижению цены сырьевых ресурсов, экспортером которым является Украина. Половина украинской экономики формирует экспорт, большая часть которого сырьевые. Мы больше зависим от цены сырьев, нежели от решения украинского правительства. Если вы наложите график коммунити прайса индекс, индекс сырьевых цен, на график ВВП Украины, вы поднимитесь больше 80%, не максимально, а высокая. То есть вы можете менять правительство, можете не менять. Влияет на нас больше цены на сырьевых. Я к чему? Мы находимся на грани экономического кризиса, мирового, который бьет всегда по сырьевым активам, а значит ударит по Украине, а значит ударит по каждому из вас. Поэтому вот то, что мы все президенты так хорошо, но этого мало. Для того, чтобы выйти на тот показатель, о котором я говорил раньше, 1 миллиарда долларов в 30-м году, нам нужно расти на 10-12% в год. И здесь, по сути, GPI для правительства, которого еще нет, но мы надеемся, да, буквально через неделю узнать, кто у нас будет премьер-министром, кто у нас будет министром экономического развития и торговли, кто будет министром финансов. Вот это для них задача на каждый год. В 20-м году, в следующем году, капитальные инвестиции в Украине должны быть 29 миллиардов долларов. Их задача создать условия, не заставить, а создать условия, чтобы внутренний инвестор и внешний пришел. Должна быть система прав, должны быть хорошо подготовленные проекты, должны быть простые процедуры, но об этом мы можем поговорить. В общем, запомните эти цифры, это цифры, выполняя которые новый кабинет министров может каждого из вас сделать европейским. И я чуть дальше расскажу, что я имею в виду. Экономику Украины, если описать простыми словами, то можно представить как некий дом. Если бы мы сегодня здесь сидели с кабинетом министра, то важно понимать, на чем стоит экономика. Фундамент на любой экономике является инфраструктура. Транспортная, цифровая и уже энергетическая, само собой. И на этом фундаменте мы можем строить абсолютно разные типы экономики. Но, если мы не будем иметь эффективную транспортную инфраструктуру, мы не сможем эффективно заниматься логистикой, сбытом, экспортом нашей продукции. Если мы будем иметь эффективную энергетическую структуру, мы не сможем обеспечить потребности нашей экономики. Представьте, экономика выросла почти в 10 раз. Сможет ли существующая энергосистема ее обеспечить энергоресурсами? Мы сегодня, по итогам прошлого года, импортировали энергоресурсов на, думайте, на 13 миллиардов долларов. Мы импортируем газ, при том, что в 70-е годы Украина добывала газа по кубикам. Больше 80 миллиардов веществ лет. Сегодня мы добываем примерно 22 миллиардов. Украина занимает второе место в Европе по запасам газа. Украина имеет запасы нефти больше 500 миллиардов в тонн. Украина имеет один из крупнейших перезапасов урановых руд. То есть у нас есть все первоиспространственные энергоресурсы, и мы их продолжаем импортировать. Здравый смысл подсказывает, что что-то мы делаем неправильно. Когда мы говорим о транспорте, помимо того, что это дороги, по которым мы сами ездим, кто-то же сюда приехал, наверное, на скором поезде из Киева. Очень скоро. Вот, я это как раз хотел спросить, скоро или нет. Нам нужно полностью обновлять наше железнодорожное полотно, подвижной состав. Институт, кстати, о забегании вперед рассказывает. Это маленький граф, экономическая стратегия, которую мы презентуем осенью. На Львовском форуме мы презентуем визию Украины 2030, это будет первый маленький шаг. Мы сейчас снимаем серию фильмов о будущем Украины, где каждый из вас может видеть сценарий оптимистичный. Один из, по которому мы считаем, Украина должна и может развиваться. Он не претендует на истин, но это тот вектор, который мы считаем, может быть в нынешних условиях наиболее оптимальным. Говоря о стратегии, мы сейчас завершаем работу над инфраструктурной стратегией. Через Украину проходят две ветки шелкового пути. Через Украину проходит Балточный-Наморский коридор. Кто-то знает из вас, что Черное и Балтийское море соединяются с речным транспортом? Кто-то слышал? Мы сейчас завершаем исследование по реке. Они не требуются инвестиции в этом процессе, но Балточный-Наморский коридор имеет более широкое значение. Он соединяет скандинавские страны через Балтык и Черное море, Турция, Иран, Пагестан, Индия. В Украине за все время независимости Украины не было ни одной встречи на первом уровне между президентом Украины и премьер-министром Индии. Вы знали об этом? Эта страна, экономический потенциал которой имеется в Шимпетане. И через Украину проходят два глобальных логистических коридора. Кстати, еще маленький секрет вам рассказываю, забегая наперед. Для бизнеса иностранного, международного, сегодня выбирая юрисдикцию для локализации производства, что является главным фактором? Раз, два, спасибо, этого достаточно. Трудовые ресурсы, их стоимость не имеет никакого значения. У меня приел, в Донецке потерял завод, у него там работало 500 человек. В Турции он построил завод с такой же мощностью, там работает 50 человек. Не имеет значения, какая у тебя зарплата на предприятии, там работает 10 человек. Все автоматизировано, то, что мы говорим. Поэтому в данном случае имеет значение фискальное нагрузка, имеет значение логистическое плечо, сырьевые рынки, места в залеже сырья, поставки исходных материалов и рынка взбыта. Если через Украину мы проектируем два логистических коридора, то на пересечении логистических коридоров, корзины, выгодно строить логистические парки на первом шаге, а на втором шаге производство. Потому что это будет обеспечивать наиболее короткое логистическое плечо к самым богатым рынкам взбыту. Поэтому, я думаю, фундамент это то, что правительство может проектировать. Новую экономику правительство проектировать не может, потому что там инновации. Оно должно создать условия для того, чтобы здесь была наука, здесь были инновации, здесь было образование, которое готовит людей, способность с этими инновационными продуктами работать. Но об этом тоже чуть-чуть позже можно поговорить. Это краткий подбор проектов. На самом деле, у нас есть детальное исследование по каждой цифре, которая здесь приведена. Когда я общаюсь с иностранными инвесторами, одно основное бизнес – это привлечение инвестиций в Украину. Общий любимый сделок МНА, который я проявил больше 5 миллиардов долларов. Я работал с капиталом азиатским, европейским, американским. И мои клиенты меня спрашивают, смотри, ты говоришь, в Украине нужны десятки миллиардов долларов инвестиций. А куда инвестировать? Есть ли у вас готовые проекты, прописанные, рассчитанные, хотя бы на миллиард долларов? Я вам скажу, нет. Я знаю, практически все проекты, они находятся на бумажке, подготовленной сотрудниками, например, Министерства экономического развития и торговли, с какими-то общими фразами, и все. Инвестор это не устраивает. Инвестор хочет понимать возможности и риски, которые он получит, входя в этот проект. Но у нас есть расчеты, у нас есть уже тихий реактор проекта. Так вот, транспортная инфраструктура в следующих 10 лет нуждается, это именно нуждается, в инвестициях в размере 100 миллиардов долларов. Причем эти инвестиции, это выгодно для инвесторов. Во-первых, мы строим дороги, у нас стимулируется спрос в украинские строительные материалы, создаются новые рабочие места, украинцы же. Я буквально неделю назад вернулся в Португалию, с удивлением узнал, что португальские дороги строили украинцы. Сейчас они поехали дальше куда-то строить. Ну, то есть, имеется в виду, что люди не компании, а иногда персонал. А у нас есть запрос на качественные скоростные железные дороги. Мы об этом уже проговорили. Существующую дорогу, к сожалению, мы не можем модернизировать так, чтобы она стала скоростной. Нужно строить. Кстати, китайцы готовы были заходить финансировать, мы их не пустили. Если взять только 2 лет еще 2 пути, как он сейчас называется, один поезд, один путь, только через эти проекты, если Украина закончит, можем получить минимум 20 миллиардов долларов в инвестиции. Но мы пока не сделали решительного шага для того, чтобы получить. Авиатраспорт, ну, вы летаете, кто-то прилетел в Одессу, у нас еще проблема. Я, например, там, из Одессы в Харьков напрямую, по-моему, не могу полететь. Есть ли инсильный? Нет. Есть. А, был недавно только запустили. Вот такие рейсы должны быть между всеми регионами, чтобы не через Киев я должен был летать, а напрямую. У нас есть колоссальный спрос на подобный авиатраспорт. Есть, соответственно, возможность. Если вы изучите опыт Турции, они через систему государств частного партнерства, построили больше 15 аэропортов, и буквально за 10 лет стали региональным авиахабом. У Украины это может тоже получиться, если мы поставим себе такую задачу. Вот такой задачи у нас не было. Будем ускоряться, сколько у нас времени осталось? В 10-х ваниле приходят до патру. Краще 6. Хорошо, энергетики. Я уже говорил, что мы импортируем 13 миллиардов долларов в инвестиции, который у нас есть. Это не пи. 140 миллиардов долларов в инвестиции, это, кстати, касается электроэнергетики. Через 5 лет начнут входить из строя атомные энергоблоки без ресурсопродления. Если экономика вырастет 10 раз, у нас наибольший спрос вырастет как раз на электрическую энергию. Это все инвестиции, которые окупаются. Инвестиции 140 миллиардов долларов дадут эффект для экономики. 270 миллиардов долларов. Через сколько? В течение 10 лет. Но самый крутой эффект, это все при нашей жизни. Ну, средний срок жизни, посмотрите, будет увеличиваться. Я не знаю, сколько вам лет, но у вас еще впереди много-много. Цифровая инфраструктура. Здесь будет самый высокий КПД, ну, с точки зрения отдачи инвестиций. На самом деле, заявление правительства, администрации, президента, соль у нас нет пока правительства, о том, что Украина в смартфоне, это очень важный шаг. Построение цифровой инфраструктуры по всей Украине даст возможность практически каждый бизнес оцифровать. Снизить влияние человеческого фактора, включая решения, которые не принимаются чиновниками. Снизить коррупционный фактор, повысить производительность труда, снизить себестоимость. И более того, даст возможность для развития новых продуктов, новых идей. Если вы посмотрите на тренды, то в 30-м году каждый из вас будет занависеть ежедневно сотни, если не тысячи датчиков, которые будут собирать информацию, обрабатывать, предлагать вам, решения или тем, кто на вас зарабатывает. Как устроен мир. Структуру экономики. Сегодня цифровая экономика, хай-тек, экономика, она занимает только 4% ВВП. Большую блоку на сельское хозяйство, промышленность, торговля, транспорт. По структуре экономики в 30-м году. Новые сектора экономики должны занимать не менее 60%. И как раз задача государства создать это условие. Мы не можем сюда составить инвестор жизнь. Мы должны создать такие условия, чтобы инвестору было комфортно здесь, а не в Польше, не в Германии, не в Израиле, не в Америке. И у нас есть для этого масса возможностей. Кстати, в институте есть наработки, часть выложена на сайте, часть мы еще не выкладывали, по трансформации Академии наук, по трансформации системы образования. Потому что в следующей 10 лет нам нужны специалисты, которых мы не готовим. Дети, которые в прошлом году пошли в школу, закончат ее в 30-м году. Система обучения наших детей – это система, по которой мы учили в 19 веке. Немножечко модернизировано. И у нас есть наработки по новым моделям образования, которые, мы надеемся, будут потихонечку востребованы. А теперь, на самом деле, вы знаете алгоритм действий, которые необходимо пройти, чтобы все это у нас получилось. Нам необходима система правосудия. Нам нужны единые законы для всех. Нужна защита частной собственности и виртуальной собственности, чтобы здесь всем чувствуется безопасно. Нам необходимо новое образование наук, я вам сказал. Нам нужно создать экосистему инноваций, экосистему наук. Нам необходимо связать образование, науку и бизнес. Как это сделать в своеме мнение Адамин, для того, чтобы люди, которые учатся, могли сразу проявлять креатив и привлекать инвестиции, создавая новый продукт. Налоговая реабилитаризация. Есть несколько идей. В частности, мы, как аналитический центр, просчитывали эффект от налога на выгодинку Адам. Только замена налога на прибыль этим налогом дает 1,5-2% в год приросту ОООП. На сайте есть отчет аналитический. Мы сейчас обсуждаем с одним институтом, экспертным проведение дополнительной рецензии по данным вопросам. Я прошу не перебивать, давайте в конце двух сессий вопросов вы зададите вопрос. Валютно-либерализация. У нас до сих пор идет процесс либерализирования, но он не завершен. Инвестор должен понимать, что войдя в инвестицию, он спокойно со своими деньгами может выйти. Это касается дивидендов, это касается возврата инвестиций. У нас ограничения не все сняты. Приватизация. Все уже об этом знают. У нас государство неэффективный менеджер. Оно может быть эффективным, но не получается. А назовите негосударственный, который забрал, стал эффективным. И стал эффективным. У нас будет через пять минут. Видите, пожалуйста, терпение, уважение, как все присутствующие знают. Государство сейчас на партнерство. Это как раз тот формат, который позволил Турции стать региональным рисунным правом. В Бразилии построить мощные партнеры. Это тот инструмент, который, может быть, Украина востребовала. Цифровая экономика. Развитие цифровой инфраструктуры. Ну и, соответственно, промо Украины в мире. Я говорил об инвестициях. Если вы в свой бизнес привлекаете инвестиции, вам необходимо дать классную презентацию, классная промо и провести сотни встреч. Вот так же нам необходимо эффективно продвигать украину среди инвесторов. Это, кстати, одна из функций правительства. Я надеюсь. Здесь пиктессенция 30-го года. К чему данная модель привезет? Это касается каждого из вас. Уровень жизни при таком сценарии в Украине будет сопоставить с европейским странами. У нас будет ВВП на душу населения 70 тысяч долларов. Средняя зарплата 2700 долларов. То есть, как в Польше, будет, по нашим оценкам, чуть ниже. Это данные МВФ, которые мы экстраполировали. То есть, при таком сценарии, мы будем жить не хуже европейцев. И вот это я называю вхождением Европы. Не просто флаг повесить, а иметь качество жизни такое, которое позволяет все время европейцев. Почему это все возможно? Понимаете? Поехали заканчивают. Это все возможно только потому, что будущее создаем наше только мы. Мы с вами. И за нас с вами правительство удержит. Поэтому, если вы хотите жить в сильной стране, в комфортных условиях, хотите, чтобы ваши деятельности здесь развиваются. Вам нужно, а, верить в будущее страну. Человек успешен тогда, когда он верит в свой успех. Страна успешна тогда, когда его граждане верят в свой успех. И второе, нам нужно нанимать тех менеджеров, которые способны эти задачи выполнять. Если мы с этим справимся и заставим правительство работать на нас, то правительство станет сильной стороной. Спасибо за внимание. Спасибо за Анатолию. Можем выяснить, что сегодня Анатолий звучал набагато оптимистичнее, оптимистичнее, чем безвеличай, что не может не тешить. Записки паранойки и одна отдельная история. Это же у нас плохие события. Объективно. У нас есть 15 минут для вопросов. Пожалуйста, поднимайте руку, коротко представляйтесь и задавайте коротко лаконичное вопрос. Вопрос следующий. Вы показывали ли это правительству и добавленную власть? Есть ли там единомысленные уверенности для него? Коротко отвечу. Мы не работаем напрямую ни с одним правительством, но наши все материалы на сайте доступны. И доступны в том числе к конечному правительству. И первое. Недавно была презентация цифровизации Украины, которую проводила администрация президент. Этот документ базировался на базе нашего документа. Он был уже на сайте. Три сотрудника нашего института становятся членами этапа парламента. И они будут продолжать реализовывать те программы, над которыми они работали. Я очень надеюсь, что здравомыслящие люди, из которых будет формировано правительство, еще не знаю кто, также останутся неравнодушны к будущему страны тем сценарием, который просчитан. Какие вы видите три приоритета Украины на ближайшие три года? Раз. Преоритета в чем? Розвитку. И второе. Как вы относитесь до приватизации земли трех тысяч державных патриотов или Матор Сич, продажу китайцам? Восемь вопросов, хорошо. Вашим партнером, да, что это нас. Первое. Можно коротко на типы, аспекты, какие цели? Речь не идет о приватизации земли, речь идет о том, чтобы люди распоряжали собственность, которую они получили, была проведена распаевка. Пока человек не является владельцем своего актива, он к нему не относится бережно, он ее не развивает. Поэтому я занятость это участка собственности. Это тейс номер один. Тейс номер два. Все неэффективные госпредприятия, которые есть, являются инструментом коррупции. Поэтому, что можно приватизировать, кроме стратегически важных объектов, можно приватизировать. Когда мы говорим про Матор Сич, это украинское предприятие, там есть свои нюансы. Они производят качественную технику. Они сейчас находятся в стадии продажи китайцев. Подобные предприятия должны быть в том числе по вниманию проекта. Нам необходимо создавать и сохранять свои высокотехнические кластеры. И Израиль с этим справляется. Диалог с новым инвестором. Мы не Израиль. И нас к нам пробивается. Еще раз. Израиль сразу стал Израилем. Все зависит от воли, которую имеет правительство и будет иметь правительство. Я говорю о том, как я бы делал, если я был на том месте. Еще раз. Коммуникации с новым инвестором, ограничения относительно доступа к технологиям, развития и инвестиций, могут выставить правильный эффект. Защита интересов превыше всего. Давайте дальше. Можно будет? Меня зовут Дмитрий. Спасибо за такое выступление. Уже системное. Мне еще понравился фреймбург системный, на стратегии. Тогда мы в самом начале в такой пункт, как визия. Если отвечаю на вопрос, кем мы станем через м лет, вы станете, что вы в Львове презентуете весной гипотез в осени. Нижний фланг будет в осени. Вы можете отдать какие-то варианты, гипотез, визии, которые вы разработали под эту цель под миллиард, триллион ВВП? Спасибо. Я озвучу несколько точек, которые достижимы, по нашему мнению. Во-первых, Украина это потенциальный энергетический хаб Европы. Украина может не только себя обеспечить энергоресурсами, мы можем занять, и наши расчеты это показывают, до 10% европейского рынка газа. Соответственно, мы можем использовать нашу трубу. Мы начинаем исследование, достаточно хайповое, по водородной энергии. Украина может здесь тоже занять достаточно серьезное место. А Украина это потенциальный евразийский транспорт по логистической хабы. Я об этом уже говорил. А Украина это потенциальный центр безопасности Европы. Мы боющая страна, как мы этого говорим, и у нас сегодня самая боеспособная армия. Пусть не самая сильная, но самая боеспособная. И в зависимости от геополитического расклада, который будет, а я не хочу сейчас об этом говорить, Украина может стать одним из горатов безопасности в Европе. Украина это потенциальный очень хороший качественный туристический хаб. У нас есть горы, у нас есть экотуризм, у нас есть море. И более того, изменение концепции образования еще даст возможность нам зарабатывать на иностранных студентов, если мы правильно строим модель. На сайте эта информация есть, но у нас, как видим, шесть-семь позиций, по которым все выключаются достаточно хорошо. Ну и последнее, наверное, одно из самых влиятельных. Украина может обеспечить продовольствием от 600 миллионов до миллиарда человек. Соответственно, Украина это один из потенциальных центров продовольственной безопасности Европы и Лига. Роман Зимченко, три вопроса, если можно. Первый вопрос. Как вы моделюете безопасные риски и где у вас в структуре выдавки, государственные выдавки на оборону? Второе вопрос. Я правильно понимаю, у вас показана цифра 77 триллионов долларов европейских инвестиций на миллиардах? Триллион. Нет, в Евгеньевском обеспечении там уже больше 100 миллиардов долларов. Окей. Ну, то-то. Это практически подвоение потужности украинской нейросистемы. А почему? Потому что у нас есть и взнос, и сейчас начали будут выходить. Так, сейчас у нас потужность 55 ГВт, вы практически будете 40 ГВт. Чи враховываете вы в энергетические модели, как у штуки как дикатник. Те, что инновационные экономики, до которых вы прагнете, в них экономичное срастание, кривое экономичное срастание и кривое сживание энергии идуть в разных напрягах. Штаты, Немеччина, Голландия, Франция это показали. И третье вопрос. У вас есть в модели три фундаментальных складовика. Энергетика, транспортная инфраструктура, цифровая инфраструктура. И при этом вы попадаете на внутричний капитал в основном. Вопрос. Рынок капитала. Я в вас тут рынок капитала и инфраструктура для того, чтобы внутричний капитал их эффективно производил. Яков. И где здесь анаварс? Спасибо. Начну с третьего вопроса. Ну, что первое. Рынка капитала в Украине сегодня нет. Но должно создаться. Второе. Я говорил о том, что капитальные инвестиции, несмотря на отсутствие рынка капитала, у нас есть, составляет в продуктах прошлого года больше 21 миллиона долларов на данной статистике. Таким образом, даже в отсутствие рынка капитала у нас будут увеличиваться объем инвестиций. Но его нужно создавать и перегружать. Более того, мы участвуем в разработке визии финансовой системы Украины, которую проводила дирекция по стратегии Национального банка, и эти у все заложены. Когда мы говорим об энергетике, у нас находится в стадии завершения энергетической оплаты Украины, которая имеет несколько сценариев, которые базируются точнее на той структуре экономики, которой я говорю. И я думаю, что где-то в ноябре месяца мы презентуем, где-то найдете ответ на вопрос, который задаетесь. Первый вопрос напомните. Баспета. Смотрите, мы отталкиваемся не столько от суммы в районе труда, сколько от потребностей освещения обороны. А у нас, открою секрет, вы можете даже зайти на сайт, у нас разработан проект бюджета обороны ежегодные, где есть в том числе расходы на оборону. С точки зрения потребностей, которую определили наши эксперты. Более того, мы сейчас работаем на ДТИ на национальной безопасности Украины, а возглавляет у нас оборонное направление Глен Гранд, это один из ведущих профессий экспертов по обороне. Соответственно, мы разрабатываем ДТИ, определяем структуру затрат на оборонное обеспечение, и оно у нас пока в бюджете фиксируется одной суткой. Сейчас попасть к кому-то предприятий сегменты. То есть десь можно подвигаться на сайте. Смотрите, та часть трагедии, которая завершена, на сайте выложена, в открытом доступе есть. То, над чем мы еще работаем, или не завершенный документ, они будут загружены, в течение дубрики есть. Это короткий дар. Еще вопросы, или мы закончили? Это все одно. Здравствуйте, я зовут Александр. Скажите, пожалуйста, модерирую вы уже ситуацию, как будет Украина себя вести, какие дневные в контексте кредитный рынок. Я бы поднял план несколько выше. На самом деле, я бы спросил, как у Украины вести преддверие кризиса. Мы начинаем исследование, уже начали, я думаю, где-то за полтора месяца мы его закончим. Последствия для экономики Украины одного экономического кризиса, который у нас продолжается, и, соответственно, инструментарий, который мы можем использовать, чтобы нивелировать последствия данного кризиса. Повторюсь, главный выгодоприметателем от всего, что делает наш институт, является конечным инициальным гражданином Украины. Соответственно, мы забегаем наперед, пока еще нет управительства, мы считаем готовить для них споргалку. Кредитный рынок, о котором мы говорили, тут у нас другая проблема. У нас очень дорогая стоимость ресурсов, которая не дает возможность украинскому бизнесу конкурировать с европейским. Банально, если вы строите завод в Украине, в полях строят такой же завод у себя, у него безстоимость продукции, если мы будем кредитоваться по строительству, ниже, чем у вас, безусловно, что у вас сразу стоимость труда. Поэтому, мы начинаем, тоже забегая наперед, раскрывая секреты, мы начинаем делать большие исследования по национальному банку, по конфликту интересов, который в нем сосредоточен, и будем готовить предложения по снижению стоимости кредитных ресурсов для экономики. Мы над этим работаем. И, Русланя, от меня, вибачите, перейдем, чтобы это приватный индивидуальный формат разговора. Анатолий, ты классно заканчивай презентацию. Сформулий идею, которую ты хочешь донести до каждого наткненную послужистичную заклад тоди, чтобы мы все вошли и начали продавать такое оптимистическое и радостное для Украины. Шикарный вопрос, спасибо. По сути, практически как национальная идея, знаете, что-то такое. Знаете, я в дом из Донецка. Я не грезгой на свою родину, потерял много активов, бизнесов, друзей, причем друзей, которые остались там, которые перестали быть друзьями, друзей, которые погибли на войне. Я живу в Киеве, и я мечтаю в том, что институт будущего, наш ворокерский проект, это неприбольная организация, которую мы финансируем, нам помогает уже средний бизнес в украинстве. Мы хотим запроектировать успешно будущее Украины. Будущее Украины для меня, я надеюсь, то, что может нас всех объединить. Украинство в чем сложность? Нам трудно договориться о прошлом, каждый из нас все по-разному трактуру, это я знаю по своему роду. Нам трудно договориться о настоящем. Единственное, о чем мы можем эффективно договориться, это о совместном будущем, в котором у нас у каждого есть совместная мечта. Я мечтаю, что мы все вместе сможем построить Украину сильную страну, что она станет сильной страной, в которой живут счастливые люди. Я хочу, чтобы мои дети жили в этой стране, в сильной Украине, в стране счастливых людей. Ставим в наших руках. Дякую, Анатолий, янастре Амилеев. Дякую вам. А что я знал, на территории дейки у него что-то что-то это вот.